привет друзья с вами вами и это вновь эпоха империи 4 и мы продолжаем компанию норманов видимо я не знаю ударение слишком сложно падение бою нормандии сыновья вильгельм и завоевателя носили жестокую междоусобную войну запрестовых империи погнали во втором мировых праздника будут вычислили у культура долл у нас в первые угол воприятие убивают из-за убитых неприятных их причин коррекция стратегиэта Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова William's youngest brother took his place as King Henry I, but there was a problem. At the time, Henry's elder brother, Robert, Duke of Normandy, had been on crusade. When he returned, he was furious that Henry had grabbed the throne. From Normandy, Robert attempted to invade England to claim the crown from his brother. But he failed and returned home. In retaliation, Henry struck back. In a reversal of 1066, he crossed the channel and invaded Normandy, intent on undermining his brother Robert's rule. His first target was Bayeux. This rich and splendid city was one of the jewels of Normandy. Henry was to begin his campaign by unleashing his forces on the city. Beo was about to feel the wrath of the English army. In the brotherly feud over Normandy, King Henry I set out to make an example of Bayeux. A town still loyal to his brother, Duke Robert. Henry's archers took up position on high ground outside the city and faced an immediate attack by Robert's cavalry patrol. Having deployed their palings, Henry's archers were well protected against the cavalry charge. They defeated the first patrol. the first patrol. He's brought up. He's got an enemy to fill in, he's got a good attack by the command. He's running so fast on a sky. He is going through the road. He is running to the surface control. He's running to the wall. He's running to the Kalauite. He's running to the green chamber. He's running to the ground for the power. He's running to the shield. He's running to the clock for the way to the position. лучников разведчик разведчик с хенри сайте сайт сон берлинга и море инфорсмент сырайки джойни заме они будут читать поехали падать допустим вам защита лучше немножко это нормально вот это ненормально репрозведчик ученики немножко под в том плане что они типа первые стреляют на те что сзади не могут из-за этого пройти вперед надо ли мне вообще все это сносить или потом смогу захватить тебя не уверен наверное если бы не надо было это сносить то она бы не открывалась по дефолту это принципе от нормально и там еще немножко кавалерия возвращается помощи получают бонус радиус обзора это хорошо сначала мы снесем этот домик баб защиты хорошо они свои конницы на моих копеечек нападают это прям то что от них требуется а а а а а а а а а возвышенность основе древню 1 уверен что мне делать с таким количеством разведчиков видимо разведывать также надо следить чтобы сзади не пришли соединить все те там еще важно защиты тут немножко разведки немножко кончаются копейщики это не хорошо все у меня есть подкрепление у нас какие-то парки на побережье но это не совсем подкрепление башню можно снести условно сработало насколько больших куда она это все типа на какое-то время стоит и потом после этого можно заново поставить через какое-то время одно но копейщики у меня совсем кончаются совсем нехорошо лучники не очень хорошо сносит здание так что видим был все-таки захватим деревню обошнет потом сносить защитный баф вроде бы нас сильно больше тут чуть-чуть конницы есть но в основном тут вражеские лучники которых 5 раз меньше чем моих лучников хотя войск ближнего боя у меня совсем не осталось можно попустить отдельных лучников почему нет окей теперь у меня есть база это хорошо а что у меня есть на этой базе у меня есть такая хрень на базе так что можно строить кавалерию также у меня есть куча на базе куча в смысле рабочих а я думаю мне нужно добавить аута я думаю мне нужно строить еще совсем чуть-чуть рабочих разветочка у меня тоже не осталось это может быть немножко печально тут есть эти олени которых можно использовать для еды посмотрим насколько это эффективно я понимаю построить кузницу я хочу сначала что-нибудь более более срочно и более полезно построить и вот на самом деле не очень удобно потому что отсюда еду таскать далеко и нафиг верните на открытые местности а наверно мне стоит построить кстати пазарма сделать копейщиков и так подхинью датсу ломас боюсь толстой посетивут напевать а с этим стоит 110 и 10 дерева и датсу ломас тут что-нибудь вообще есть здесь рыба которая еще кучи дает а кей я не уверен каким образом рыба относится к мельнице на попробуем посмотрим разберемся а копейщики стоит 60 еды и 20 дерева наверно мне нужно больше дерева мечники стоят 30 в этой 90 еды мне нужно больше еды башни просто 50 дерева рыбалка можно наверное рядом с трупом оленя построить мельницу но это тоже как-то странно странно так так ну сейчас в основном еды не хватает может быть стоит стену построить здесь но также в метро фрожской башни насколько это хороший план не уверен так вы двое наверное идите за лесом камни у меня вообще нет кстати это может быть проблемой у вас одно дело выучим раз его туториал просят немножко всадников я уже во второй эпохе правильно да так что я могу построить арсенал улучшать стрелков и осадные орудия и я могу построить стрельбище и строить еще лучников в принципе у меня неплохой трат лучников со старта есть так что го арсенал посмотреть что он делает лимит меня 70 80 до 30 почему оно блин не влезает сюда и скролится за что за что такой интерфейс так здесь можно груз подъемных поселенцев взять отправить еще кого-нибудь на рыбалку так это скорость добычи мяса у разведчиков появляется способность переносить туши животных а я говорил что была такая фигня в первой части 2 урон при обстреле у всех ниток на осадных защита от обстрела и и лучники получают способность разбить вагерь который восстанавливает здоровье окей это стоит взять также деревянные тараны против каменных стен против таких каменных стен я не уверен мне кажется осадные башни были бы более эффективны окей эти два улучшения мне не нужны получается тут можно выучить лесничество какое-то а тут можно выучить урон ближнего боя блин эти постоянные атаки не дают мне набрать армию потому что я строю типа трех копейщиков они приходят и убивают моих трех копейщиков может быть стоит строить копейщиков где-то сзади кавалерия немножко у меня появилась немножко копейщики нет также мне кажется тут слишком много народу на золоте так что вы сдайте вот это вот все и идите на рыбалку наверное на окей плюс урон при обстреле я наверное хочу еще одну мельницу где-нибудь еще пашню мне достаточно подходящего открытого места могу просто пашни здесь поставить парочку ну или одну не 2 это так и так иди за лесом тут еще секири для меня 97 уже можно построить что там парочка таранов мне нужно построить 3 почему-то надо стрелы улучшили защита от обстрела пусть будет и защита от ближнего боя пусть будет наверно апгрейд картилицев 150 стрельбище а потом иди за деревом не то чтобы не то чтобы есть армия но посмотрим в арсенале больше ничего не будет правильно городской совет это просто еще один такой же построить можно окей эти стены не надо не надо вообще почему я нападаю на копейщиков такси по наверное не так себе планет построить еще еще одна казармах еще чуть всадников но в принципе всадников у меня достаточно адекватно тратку не хватает пехоты чуть лучников просто чтобы было а еще дом сюда ну и поехали наверное по крайней мере вот эту башню снесем может быть таранами снести было бы эффективнее на а так и 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 еще пару домов также стоп тут есть проход куда-то и построю разведчика а то как-то как-то хочу узнать что там происходит садники во второй отряд идей должен быть все окей все юниты на экране контур она понятно shift выбрать все юниты все боевые или вся в принципе то что вроде бы тут должен быть все военные контур шивца пусть будет их профиль я поставленных 2 выделение всех юнитов сохранить закрыть закрыть почему-то она при этом еще камеру на них центрирует надо считает лего военными юнитами кстати нет нет я не хотел я не хотел нет и подходите туда считает ли он военными юнитами разведчик интересно и также мне интересно эти чуваки могут разбить лагерь он хилит только на он хилит только стрелков видимо разведчик она считает это печально тогда это сильнее полезно ну ладно хочу ли она подать на эти стены просто так я не уверен хочу для начала пойти проверить что с этой стороны это это база какой-то воде а почему я сюда рабочий идет почему не рабочий в первом отряде не знаю но это повод построить здесь башню так почему-то мне показывает про медицины здесь где ворота но гоу рестораны идут вперед и ломают стены валерия пусть наоборот отступит слегка лучники могут стрелять по враждебным лучником наверху так же что случится с этими лучниками если стены поднимись умают они просто упадут вниз тут стоят немножко отступить потому что там толпы копейщиков очаг к тебе тоже вносит тут наверно в принципе стоят немножко потому что толпы копейщиков и толпы всего все-таки рабочий был в первом отряде и рабочий который что-то строит он все равно выделяется и идет в атаку если если выделить его вместе с чем-то отправить в атаку короля наверное убивать не надо насколько я могу просто взять лагерь здесь поставить и регенить прямо в бою видимо могу это не очень помогает потому что они не передамаживаются на надо сильно больше копейщиков на кстати мечников тоже на самом деле там не так много всадников вражеских так что может быть копейщики это вообще не может быть но тут ничего интересного нет может быть туда подняться нельзя а там что происходит ставлю разочек на смысл чуваки подойдите сюда это чтобы лучше нужен камень камни у меня вообще нет она слишком далеко и они не могут там рыбачить что но что мне с этими рыбаками делать что мне с этим человеком могу здесь построить мельницу слишком самом деле слишком неудобно в том плане что мне нужны разные и на разные отрады ну или просто отвезти все все остальные отрады стороны планете тут можно что-то забрать кучу дерева еще больше ночников еще больше лучников еще немножко валерия тоже не мешает мне бы возможность восстанавливать хп не только у стрелков но увы также думаю мне стоит еще один дом построить или два и также думаю мне стоит запил куда-то тут окна еще за хорошо а в кузнице и арсенале больше ничего делать тут больше нечего делать нельзя получить надо 1 отряд может быть стоит просто сюда напасть утрак от стенам не мешает тем что что если они мне прохожу то с нее меня расстреливают во вторых это стена ближе чем тот кусок на который меня направляли почему-то так что был так вы человеке прикрываете кавалерия в атаку на стрелков я скорее всего потеряю тараны или нет она оказывается вполне живучи верю можно отвести немножко ранды вам отец стена надо продолжать строить войска травм я вообще-то вас на эту стену направлял ну ладно неважно поехали в атаку ну блин меня очень напрягают эти лучники на стенах может быть не нужно больше таранов просто снести снести больший кусок стен хотя кстати вот сейчас тут нет никакой оборон на этих стенах я их спокойно могу отсюда расстреливать почему ты там рассказал отступать почему-то видимо это сломанная башня она мешает тараном двигаться они могут подъехать на то место где она стояла и сносить стену с этой стороны они поэтому пытаются ее объехать и сносить ее с другой стороны сноси эту стену сноси эту стену сноси эту стену к счастью тарану абсолютно срать научников типа они в этом поединичке намажет он это стены снесет сильно быстрее ну ладно собственно не может здесь поехать снести монастырь это было буду что там сломалась я там ничего не делала на самом что он я не не а я не 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 поехали с этой стороны еще всадники микс наверно копейщиков и мечников я кончу себя пока что пусть тараные вперед и дамам в этом стены мы их просто прикрываем слегка не падаем копеечками с одни камин копейщиков отсюда не стреляют внутрь быть лист эта башня но видимо или она может только в ту сторону от цены или не знаю она ничего особо не делает там кто-то стреляет наверное пофиг не надо копейщиков надо на всадник для научника на короче выполнили а вы почему здесь я вообще не знаю хотя не выездить чтобы защищать лучик там замок а наверно пусть тараны этим занимаются тут нужно так слегка размекрить а тараны постепенно все-таки репет видимо замок слишком массово стрелять наверно на 1 тараны реплились я могу построить еще мне не сложно также здесь на другой стороне моста все вообще хорошо происходит еще мечники конницы у врага вообще нет что хотел на нас ставлю еще 4 тарана у него есть конюшна и как для детского училища какой-то видимо в грейд для конницы но при этом с новой конницы нифига нет что тут арсенал озарма я не уверен как здесь работает искусственный интеллект в том плане что типа он юнитов строит постройках или они там у него где-нибудь спавнятся сами или что вообще происходит на на всякий случай снизу своем казарма плюс 4 тарана немножко всадников немножко меньше немножко лучников так ну постройки я по сути уничтожил достаточно так теперь только защитник защитников это все юниты любые то есть в принципе если я просто буду здесь стоять не время от времени будут на меня приходить это будет считаться типа вот так вот когда постройки постройки получилось мне немножко не нравится искусственный интеллект здесь в плане управления своими войсками причем я даже не уверен что в каком-то старкрафта лучше сделано мне почему-то кажется что вот в такой ситуации когда тут вражите отряд тут мой отряд я жму атак мол на них примерно что в старкрафте мои юниты пошли бы убивать то есть там контекстно если я кликаю рядом с врагами то она считает что хочу открывать этих врагов а здесь они начинают атаковать ближайшее здание но может быть я просто ошибаюсь так с одних фами ни хрена нет потому что они все слишком массово умирают все задачи выполнено вместе пройдено или еще что-нибудь не видим миссии пройдено а а и а в 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 книге или или стены скорее странно работают в том плане что вот эти вот башни их сносишь и потом на месте башни таран не могут подъехать и дамажить стену которая там была ну ладно а король генрих первый сжег боев это произвело страшное впечатление на оставшихся сторонников его брата ок и тут нет стены текста зато есть производство кольчуги да ну гул посмотрим в 1100 до медиаевал найт раздрешит фрунхе в мейл мейл из-вели лька металл фабрик и мув сомбе хавес лька клах это сачали мейл Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... So, I've flattened the overlapping ends of the ring, and I've pierced a hole through it. And now Nick has to put a rivet in it. The basic construction of mail would be a ratio of four to one. So each ring goes through four of its fellows. Here you can see I've made a set of five, which will then be joined to other sets of five to create a sheet of mail. Mail had to be tailored to a perfect fit. It had to be shaped for feet and legs, arms and hands, and, of course, the head. A skilled mailmaker could make very precise shapes. Of course, for more complicated parts of the body, like elbows, we can actually tailor it in two different directions at the same time. Yeah. So if we fold this in half, we have an elbow. One of the main benefits of tailoring in mail was that it meant a knight didn't have to carry a single ring of extra weight that he didn't need to. The mail to cover a knight from head to toe required about 200,000 rings. High status knights would have had their mail edged with gold, but most importantly, it had to be functional. Cladding mail with his shield and helmet, the knight was well equipped to face the weapons of the day. The mail to the end of the day. Nook. Ну и да. Тогда на этом все на сегодня. В следующий раз пойдем... Погнали посмотрим, что мы в следующий раз пойдем делать. Пойдем воевать, сражаться при... Танчбра. Но это в следующий раз. А на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok